С размещением детей дошкольного возраста в этом году проблем не будет. Такое заявление произвучало на пресс-конференции в мэрии. В течение трех ближайших месяцев будут распределены путевки в детские сады, и мест должно хватить всем. Это станет возможным благодаря программе по строительству новых зданий дошкольных учреждений и реконструкции старых. Закрытый ранее по решению суда детсад «Светлячок» скоро вернется в строй. Сейчас здесь идет ремонт. На данный момент у нас здесь в первой группе произведен демонтаж полов и проходит стяжка и утепление полов. Деньги на возрождение «Светлячка» все же нашли. 26 миллионов на укрепление фундамента и отделочной работы дала Казань. Уже начался набор в группы. А малыши, которые ранее ходили сюда, но на время закрытия были переведены в другие детсады, смогут вернуться обратно. Работают в две смены, и поэтому мы планируем открыться к 1 июня вовремя. И принять наших детишек. Кроме того, в этом году построят в общей сложности 5 новых детсадов. Два из них дадут в первый день лета. Остальные планируют достроить к началу осени. К примеру, в 19-м комплексе поселка Зябь работа идет полным ходом. И уже сегодня был начат монтаж стен. Садик 19-28. Сдача в ноябре месяце. Мы залили подушкой. Сегодня начинаем монтаж подлавных лет. К сроку мы полностью успеем. С распределением путевок для детей старше трех лет проблем возникнуть не должно. Улучшается ситуация и с местами для самых маленьких дошкольников. Младше трех лет. Таким образом, мы в этом году планируем открыть 85 ясельных групп. Количеством детей 1700 детей. Стоит отметить, что в этом году на создание новых мест в детсадах была выделена рекордная сумма. Почти 880 миллионов рублей. Городу остается только грамотный срок освоить эти деньги. Артем Смолькин, Андрей Буслаков, Ильнар Мустафин. РЕН-ТВ. Набережные Челны. РЕН-ТВ. Набережные Челны.